Вопрос от Александра. Лобные доли появились у человека и у приматов как следствие необходимости для самых делиться пищей с потомством. Ну хорошо, но ведь помимо приматов именно это делают другие животные. Можно ли сказать, что дальнейшее увеличение лобных долей у человека это следствие деятельности процесса ухаживания за детьми? — Если посмотреть на этот вопрос пошире, то, конечно, вопрос задан человеком, который сам является млекопитающим и тёпленьким, как минимум. Потому что на самом деле у беспозвоночных эта система тоже работает. Есть забота о потомках у беспозвоночных? Конечно. У тех же самых пчёл, одиночных, шмелей, есть даже одиночные насекомые, которые прекрасно заботятся о своих потомках. Ну, к примеру, является такая хищная оса, которая парализует гусеницу, вырывает норку, затаскивает её туда, и туда в неё откладывает яйцо, чтобы её личинка потихонечку выедала изнутри толстую гусеницу, а потом вывелась. То есть забота о потомстве есть у беспозвоночных. Сколько ни удлиняй этой самой заботы о потомстве, ничего другого не будет. Почему? Потому что доля инстинктивно-гормонального поведения очень велика, а благоприобретённое поведение очень маленькое, то есть там один к десяти. А вот то, о чём я говорю и говорю об эволюции лобных долей, это характерно, конечно, для млекопитающих. Почему? Потому что у насекомых нервная система построена по инстинктивно-гормональному принципу, а у высших позвоночных, в первую очередь млекопитающих, по регуляционному, то есть доля индивидуального навыка социальных инстинктов и прочее-прочее, у них очень велика. То есть животные без обучения никаким образом существовать, особенно стайной, не могут. Значит, теперь про лобные области. Да, действительно, всем животные, всем лекопитающие заботятся о потомках, но это механизм регуляционный, гормональный. Все вы прекрасно знаете о том, что когда хороший, лохматый, добрый лев из какого-нибудь кино начинает... Пропустим. Что отговорила роща золотая? Известно, когда лев становится главой прайда, а у самок, у львиц есть много маленьких львят. Чем он занимается? Он приходит в стайку и убивает всех маленьких львят. Миленькое занятие, очень гуманистичное. Поэтому, когда в кино показывают благородного львая, почему-то вспоминают эту историю. И как-то не клеится. Так вот, дело-то в чем? Дело в том, что забота о потомстве, да, действительно, характерна для большинства млекопитающих. Возможно, даже для многих рептилий, вымерших, естественно, возможно было. Хотя утверждать не берусь. Но самое главное, что это связано с тем, что значительная часть развития зародыша, я скажу, новорожденного происходит при заботе родителей. То есть его надо выкармливать и обеспечивать энергией, чтобы он успел сложиться для самостоятельной жизни. И в этом отношении, да, действительно, в мозге млекопитающих возник механизм, который является преимущественно наследственно генетически гормональным. То есть это врожденная форма поведения, которая регулируется гормонами и заставляет мамку заботиться о детенышей. Да, вы совершенно правы, и в книжке, посвященной возникновению мозга человека, у меня довольно подробно описано, как это могло произойти. То есть как удлинение времени заботы о потомстве у самок приматов, похожих на людей, ну, как, например, шимпанзе, у них тоже по многу лет мать заботится о потомке, могло перейти в видоспецифический раздел эволюции. Объясню на пальцах. Вот если самка заботится о своих потомках очень долго, выращивает, кормит, оберегает и прочее, у неё шансов перенести геном в следующее поколение больше? Конечно, больше. Она дорастит своего болтуса до размножения, ну, как сейчас. Заботливые мамки обычно доращивают лет до 50, когда просто умирают от старости, но они подальше продолжали по болтусах выращивать и вытирать им носы и попки. Если бы могли, просто уже сил не хватает, попку не находят, не попадают от старости. Поэтому, как бы, у нас великовозрастные оболтусы, там, в 40-летние дурачки обычно выглядят, как, там, 18-летние подростки середины 19 века. Ну, что мы видим вокруг нас. Так вот, вот это удлинение заботы о потомстве – это очень важный механизм. Ну, а самцы что делают? Ну, знаем, что делают обезьянь и самцы. Они ищут, в основном, самых, которых можно по-быстрому оплодотворить. Ну, собственно говоря, как и люди. В основном практикуют не столько самцы выращивания, сколько оплодотворения. Их больше интересует этот процесс. Ну, по понятным причинам. Потому что беременность долго, там, там, о том заботиться надо. А здесь, как бы, всё, удовольствие тоже, но никаких забот. Поэтому у самцов другая стратегия поведения. Но из-за того, что у нас есть половой деморфизм, и мы обмениваемся генами с самками, нам лобные области-то достаются, так сказать, бесплатно. И вот это драгоценные лобные области, в которые у самцов появляются в результате генетических обменов, эволюции, которые действуют на самок, на удлинение времени заботы о потомстве, превращается в видоспецифический признак. А самцы что с ними? Они заботятся о потомках, я что-то не вижу. Особенно, чтобы самцы даже гомо-сапиенсов активно заботились о потомстве. При первой возможности они это перекладывают на дамские плечи. Это всем известно хорошо. Много анекдотов на эту тему, можно не повторяться. Поэтому в чём дело-то? Дело в том, что эволюционный процесс, то есть отбор на заботливость самок действовал действительно у приматов много миллионов лет. Но из-за того, что эти лобные области равно доставались и самцам, и самкам, соответственно, самцы приобрели ряд способностей, которые им по большому счёту не очень нужны. Потому что забота о потомстве – это вторичное занятие для самцов высших гоминид. Результат – эти лобные области стали использовать для всяких пакостей, изобретений бумаги, письменности, пороха, клинописи, ну и всяких прочих безобразий. Ну и написали на них законы о многожёнстве, что тоже очень хорошо, как вы понимаете, с позиции самцов. Поэтому лобные области эволюционировали и возникли первоначально, конечно, как эволюция материнской заботы о потомстве с удлинением этого процесса. Это был механизм и инструмент. Но из-за того, что они передавались самцам, их стали использовать не по назначению. Поэтому наша ассоциативная область со всем их творчеством, на самом деле это артефакт эволюции. Из-за того, что у нас существует половой деморфизм. Мы должны в ножки поклониться женщинам и механизмам эволюции приматов, которые так долго удлинял индивидуальное развитие. Благодаря ему мы получили, можно сказать, халявные лобные области, которыми и развлекаемся до сих пор. Поэтому вы можете расширить свои представления, если почитаете книжку «Возникновение мозга человека», где я поподробнее останавливаюсь на этих механизмах. А на этом до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...